Привет, друзья! Добро пожаловать на канал КТОНЕ ЛАВШЕ. Тема сегодняшнего видео – социальные сети. Но эту тему мы сузим до самого популярного мессенджера в Китае, который называется Weising. WeChat. Я сразу же вам говорю, что это не является какой-либо рекламой. Сегодняшний ролик – это не реклама, это просто мое личное желание. Об этом приложении мы поговорим чуть позже. А для начала давайте послушаем диалог, выучим пару слов. Диалог, который вы можете иметь практически каждый день, находясь в Китае, общаясь с китайцами, на улицах Китая, покупая какие-то вещи и так далее. Слушаем диалог и дальше поговорим. Итак, давайте немножко разберем. У тебя есть WeChat? Просто пока запомните это слово. WeChat, программа WeChat, социальная сеть, лучше сказать, мессенджер для общения в интернете в Китае. WeChat. Ты имеешь WeChat? Мы – вопросительная частица. Есть. У меня есть. Я имею. Мы – вопросительная часть. Мы – вопросительная часть. Мы – вопросительная часть. Друзья, для того, чтобы добавить WeChat, можно найти просто через поисковик встроенной программы по ID, по номеру телефона, либо можно просто отсканировать QR-код на экране мобильного телефона. Поэтому мы употребляем такое выражение. Сао – как сканировать, да, вот именно сканировать вот этот штрих-код. И поэтому я спрашиваю. Сыни сао – айши ва сао ни? То есть ты будешь сканировать меня? Хайши или? Хайши ва сао ни? Или я отсканирую тебя, отсканирую твой код? Ни сао – ба? Ни сао – ба? Ты меня сканируй. Ты меня сканируй. Ни сао – ба? Ни сао – уй. Ни сао – ба? Ты меня добавляй. Будем друзьями. Ты меня добавляешь. Добавил. Будем теперь друзьями. Ни сао – ба? Ни сао – ба? Ни сао – ба? Ни сао – ба? Ну вот и всё. Этот диалог вы можете, друзья, видеть, слышать и иметь, собственно говоря, каждый день, находясь в Китае, я говорю где угодно, покупая какое-то, знаете, там, мороженое или в какой-нибудь лавочке просто на улице передвижной и так далее, всегда люди обмениваются сообщениями и деньгами. Да, друзья, деньгами. Собственно говоря, это и как раз является темой, основной темой, на которой я хотел бы уточнить, заострить ваше внимание в сегодняшнем видео. Дело в том, что почему, собственно говоря, WeChat такую популярность обрел в Китае. Основная социальная сеть, основной мессенджер, еще раз, Weising. Давайте сначала начнем с основных функций и перейдем уже, конкретно, непосредственно к деньгам. Основная функция программы WeChat, это, конечно, обмен сообщениями. Когда вы заходите в программу, то, собственно говоря, вы видите основной список контактов, посмотрели контакт, вернее, список историй сообщений. Дальше второй раздел у нас это контакты. Собственно говоря, контакты, они есть контакты, ничего особенного. Дальше у нас здесь моменты, то есть новости, новостная лента от каких-либо ваших друзей, добавленных ваших друзей, посмотрели, пописали комментарии, например, добавляя комментарий. То есть можете поставить лайк, откомментировать и так далее. Пойдет переписка. Все оставляющие комментарии будут видеть, соответственно, эти комментарии. Дальше отсканировать QR-код. Можете отсканировать чей-либо QR-код, об этом мы еще поговорим чуть позже. Шейк – это потрясти телефоном и можно, соответственно, обмениваться сообщениями с тем человеком, который в данный момент тоже трясет телефоном. ТВ я никогда не пользовался, поэтому не буду вам рассказывать. Топ-сторис. Ну, собственно говоря, давайте пройдемся по основным, да, по основным моментам. Дальше. Вот здесь, сюда мы подходим к самому главному. То есть вот этот QR-код, мой QR-код, вот я вам его показываю, можете добавляться в мой Вичат. То есть отсканируйте этот QR-код. Я показываю телефон и говорю, не салоба, не салоба, ты меня сканируй, не салоба. Вот, и, соответственно, если нужно мне отсканировать, то сканирую я. Да, я сканирую тебя, не салоба, уасауни, уасауни, я тебя отсканирую. Отсканирую я тебя, и вот ты появляешься в поиске, как человек, который я могу добавить в свои контакты. И вот здесь мы плавненько подходим к деньгам. И вот прежде чем я скажу о деньгах, я покажу вам еще вот мои посты. Здесь отображается история постов, сейчас интернет отключен, но я его включу. Ага, все, все работает. Здесь отображаются посты, которые, собственно, история постов, которые вы, собственно говоря, делали. Ту новостную ленту, которую вы создаете сами. Что-то вы пишете, какие-то фотографии выкладываете, какие-то комментарии к своим фотографиям и так далее. И люди, соответственно, тоже это все смотрят и комментируют и так далее и тому подобное. И вот ключевая функция, о которой я хочу вам сказать, почему, собственно говоря, WeChat стал таким популярным. Здесь, как вы видите, три варианта. Деньги, баланс и карты. Карты – это банковские карты, которые у вас привязаны к WeChat. Баланс – это вот баланс, который вы видите, он отображается в юанях. Деньги, которые вы имеете на счету именно WeChat самого. Не на картах, а именно на WeChat. Карты, которые привязаны к вашему WeChat, эти деньги отсюда просто на эту карту можно выводить. Или, наоборот, с этих карт пополнять ваш баланс на WeChat. Либо можно вообще баланс на WeChat не иметь нулевой, а просто всегда оплачивать покупки просто с карт. Об этом я вам сейчас тоже скажу. Приложения, которые здесь имеются внутри, сами WeChat, здесь пополнение карты, вывод средств на мобильный телефон, на карту мобильного телефона. Имеется в виду пополнение счета на мобильном телефоне. То есть, этим я никогда не пользовался, поэтому не буду вам объяснять. Другими вот этими приложениями, то есть, оплата за какие-то там коммунальные счета. Я, если честно, пока не пользовался этим, потому что раньше было неудобно, сейчас в последнее время не знаю, как это стало. Ну вот, рассказываю только об удобном. Итак, приходите ли вы или в магазин, или где угодно, когда вам нужно совершить покупку, то в магазине вы говорите, да, «Вэйсинь», 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 «Вэйсиньба» или «Ни Сауоба», «Ты сканируй мой WeChat», «Вы показываете QR-код», свой QR-код вас сканирует, оплата прошла. Никакого подтверждения, ничего не нужно вводить. Это делается всего лишь один раз в самом начале, когда вы в программе регистрируете карту и первый раз совершаете покупку. Тогда нужно подтверждение. Дальше все происходит автоматически, этот QR-код, он всегда обновляется. Соответственно, оплату вы произвели на кассире этим сканером, продавец отсканирует ваш QR-код, и все, покупка совершена. Также, друзья, смотрите, что удобно, если вы, например, собираетесь найти друга, вы просто открываете вот это небольшое меню. Далее, соответственно, вы сканируете QR-код того человека, который вам показывает на своем телефоне, и вы его доходите и добавляете его в друзья. Либо вы где угодно вам нужно совершить покупку, и вы также сканируете вот этим QR-кодом, сканером QR-кода, и вы, соответственно, просто вводите циферки на экране телефона и совершаете платеж. Это очень удобно и просто замечательно. Если вам нужно принять деньги, соответственно, вы показываете ваш QR-код, и вам переведут тоже так же денег. Когда вы имеете чат с кем-либо, общаетесь с кем-либо, то в чате, соответственно, основные функции чата – это отправка каких-либо фотографий, камера – это, понятно, да, сфотографировать или сделать небольшое видео, так же можно, удерживая вот эту кнопочку, и, да, некоторое количество секунд запишется, и сообщение так же отправится, что тоже удобно. Видеозвонок, либо звонок обычный, да, то есть голосовой звонок без видео, так же все это работает удобно, и я вам скажу лично из Китая, я звоню в многие страны, и получается даже, знаете, как работает лучше, чем Skype. Если честно, работает лучше, чем Skype, я не знаю, с чем это связано, возможно, с IP-адресами, все-таки я звоню из Китая, и Skype, возможно, не очень хорошо работает, потому что в Китае много чего блокируется иностранного. Так же здесь очень удобно пункт местонахождения. Вы можете отправить местонахождение какой-либо точки, какого-либо места конкретного, чтобы показать, куда вам нужно прийти, или кто-то вам хочет показать, где они конкретно находятся. Так же есть пункт реального местонахождения. Когда вы включаете этот пункт, то собеседник ваш, с которым вы общаетесь, может видеть реальное местонахождение ваше, а вы, соответственно, его реальное местонахождение, что тоже очень удобно, особенно, друзья, когда вы находитесь в Китае и в незнакомых городах, а здесь города для вас будут все незнакомые, и очень большие, и это невероятно удобно, чтобы найти, просто элементарно найти друг друга на улице города. Пользоваться вот этими функциями, работают очень хорошо и очень четко. Здесь в Китае все работает очень удобно. Иногда, правда, бывает подтупливает, это бывает в особо застроенном районе, конечно, такое тоже может случиться, надо это понимать. Вот. Ну и, собственно говоря, что еще? Здесь также можно отправить в WeChat вот этот красный пакетик. Вы можете отправить деньги вашему собеседнику, просто возьмите и отправьте ему нужную сумму. На китайском языке называется «хонбао», красный конвертик, красная сумочка, красный пакетик, да, можно сказать. Вы отправляете любую сумму, особенно на китайский Новый год, люди все так делают, или вообще на какие-либо там праздники или дни рождения. Ну, в основном, китайский Новый год и дни рождения. Вот. И также еще есть пункт «конкретный перевод денег». Если «хонбао», красные пакетики ограничены, по-моему, 200 юаней, там максимум можно отправить в одном конвертике. Да, ну, это условно, просто так называется. «Хонбао», красный конвертик. Вам, когда переводят красный конвертик, вы не знаете, какую сумму вам перевели, просто отображается «о, красный конвертик я получил». Это так приятно, замечательно. Открываете и видите, какую сумму вам перевели. Вот. А если трансфер, перевод конкретных средств, другу, то выводите просто сумму. За одну операцию можно переводить, по-моему, 10 тысяч юаней в районе 100 тысяч рублей. Это тоже очень круто, все очень удобно. Комиссии никакой нет. Это просто замечательно. Когда вы переводите такие суммы и в таком вообще количестве, и главная скорость, друзья, переводится все моментально. И это все очень-очень-очень удобно. Я очень, знаете, мне очень жаль, что в России пока такого нет. Там Сбербанк вроде что-то пытается сделать подобное, но пока еще очень далеко, но, наверное, все-таки на правильном пути. Вот. Поэтому вот такие вот функции уже давным-давно доступны для Китая. И, конечно, это очень здорово. И поэтому приехать в Китай вы тоже будете этим пользоваться. И это очень удобно. Я вам всем советую это делать и изучить конкретно, как пользоваться тем или иным, той или иной функцией программы. Вот. И также здесь можно еще отправить контакт. Контакт какой-либо, находящийся в вашем списке. То есть именую карточку. Человек, ваш собеседник получает карточку, добавляет человека и так далее. Вот. Ну и, собственно говоря, все. Это были основные функции программы WeChat, основной программы Messenger, которые используются в Китае повсеместно. И это очень удобно. Ребята, если я был не очень четок, не очень ясен, не очень ясно вам по какому-то из этих пунктов, то, пожалуйста, об этом напишите в комментарии, и я вам разъясню более подробно. Вот. А это все, друзья. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на Инстаграм Тони Лауши. Тони Нижнеподчеркнина Лауши. Вступайте в группу ВКонтакте. Будьте в курсе событий, какие ролики будут выходить, какие микро-постики я делаю из жизни в Китае. Все, друзья, всем спасибо. Скоро будем дальше продолжать учить английский и китайский. Если у вас есть какие-то пожелания, тоже напишите на этот счет, и я для вас что-то специально запишу. Все. Спасибо за внимание. Ума сято день. Дай, everyone. Субтитры сделал DimaTorzok